Вот так вот выглядит еще одна комната и потом потихонечку буду показывать как что я делаю и конечный вариант того что будет получено в итоге. Это первое мое видео строительное, если кто-то что-то хочет показать буду рад вашим комментариям. Сначала выставили профиля, подшили потолок, потолок тоже у нас как и в туалете система была пешечка отбита по профилю и в нее вставлен нарезан профиль чтобы у нас просто широкая элька с уголком чтобы она все у нас ставилась и сцепилась. Бабочки крепил через 60 по видите если направляющая идет получается потолочная балка и каждый получается бабочка была прикручена, подвес каждой стороны потому что потолок получился выше чем купленный пластик. Угловые стойки двух направляющих скручены, также по уровню по лазеру их выставил отбил. По низу пустили деревянную доску, хотя можно было тоже направляющую прикрутить, но изначально когда еще до меня начали эту комнату делать пустили деревяшку я уже решил доделал как хотели. Дверь тоже . полностью собрана, под 90 градусов будет стоять добор, добор будет тоже из пластика. Угол сделал таким вот макаром, то есть тоже вырезал профиль, загибал и нашу руку уже туда не продаешь ничем. И с этой стороны так же получается был собран угол. Через получается между ними 70 ровно и 70 по 67 между профилями. так вот все это выглядит. Если будут вопросы задавайте. Вот окошко тоже под 90 градусов будет заведен уголок. Не хватало подоконника, его вырвали. Кстати вот хочу показать, следите когда вам устанавливают окна. Уже сейчас запенили здесь. Вот такие вот. Не запенили, это мы подосовывали получается пластик. Вот такие вот дырки оставляют. И вот там подоконник видно улицу. Следите за этим моментом, потому что она потом сифонит отовсюду. Вот мы сняли подоконник, увидели эту беду. Будем запенивать. Перед установкой хорошо. Спасибо установкам, установщикам этого окна, что они так поступили с хозяинами. Хозяинами этого дома. Вот, в общем, вот такая вот красота. Я бы, конечно, честно учил, поштукатурил. И вот тоже вывесили, получается, батареи, чтобы они тоже под пластик за под лицо стали. Ну, там, на толщину крепления только убрали. Делаем подготовку пола под укладку плитки. Вымели все, убрали лишние бугры. Это вот у нас было плохо залит пол. Он и так есть, в принципе, не очень залит. Но вот самое плохое, вот здесь было. Вот раздалбливали, бугры снимали. Провило не заходило. Тех, кто его делал. И остались бугорки на память. Сейчас, чтобы не мешать бетоноконтактам, то есть он будет пыли отдавать, не будет прилипать. Просто обычная вот грунтовка. И бетоноконтакт будет разбодяжен и прогрунтован пол. Один замешал. У меня грунтовка получилась с бетоноконтактом вот такой вот консистенции, что она течет хорошо. Уже можно с ней работать. Таким вот образом потихонечку грунтуется. Забиваются. Вот сразу открылись все ямы. Ямочки. Тут еще и была стяжка сделана желтым песочком. Вот так вот выгрунтовывается. Получилась вот такая вот поверхность. Все вымечено. Вон, видите, сколько ямочек появилось. За собой пыль тягает. Теперь до полного взыхания оставляем. Так вот следующее. О, руки трясутся. От усталости уже, наверное. Получается, следующим этапом идет вымерение помещения. Правильно его промерить, рассчитать, сколько плиток пройдет. Вот здесь у меня будет целый ряд. Я примерно отступил от стены 0,4. Здесь она у меня досточкой является. И с той стороны поставил плитки. Отбивкой пробил полосу и прочертил ее карандашком, чтобы она была лучше видна. Все. Отсюда я уже дальше буду считать. У меня получилось примерно где-то 11, ну как примерно точно, 11 целых плиток и 0,6 плитки. То есть, дальше я вымеряю вот этот угол, потому что он при открытии двери у меня будет главным. Вот она дверь. Заходите и будет видно сразу вот та полоска и сюда пойдет. Бывает просто такое, что люди начинают ложить от одной стенки, а потом сюда, так как у нас 90 градусов нигде нету, начинается расхождение. То есть, и плитка будет улетать. Здесь я вот по угольнику выставляю. Проверяю, чтобы она туда не уходила ни в шик. Здесь у меня идет на сужение. Вот до конца провила на 2 метра я теряю примерно сантиметр. То есть, все нормально. Я плитку резом отрезаю и у меня плиточка уйдет туда. Здесь в углу я могу начинать ложить плитку с целой штучки. То есть, это вот один из самых важнейших моментов, чтобы правильно разместить плитку в помещении. Чтобы, допустим, буду ложить. Бывают плитки там в стороны разные. И первый ряд у меня ляжет вот по этой полоске. То есть, уже второй ряд будет плитки тоже ровненько ложится. Также я буду этот ряд крепить, ну, вставлять от стенки клинками, чтобы потом при надавливании на следующую плиточку она, не дай бог, не ушла та плитка, чтобы не потерять швы ровность. Пол у нас все просох, уже пыли от него нету и спокойно можно начинать. Ну, здесь буду ложить плитку, используя DLS метод. То есть, будут подставки клиньями забиваться. Первый ряд положу, покажу. Пол будет мазаться, не плитка будет мазаться, будет мазаться пол. Ну, в общем, вот так вот получается плиточка. DLS немножко по-другому, я составляю только под углы плитки, клинки. Что-то вчера с обеда начал, сегодня в обед подхожу уже к концу 20 квадратов. Только в путь же летает листоплитка не очень долго выставлять приходится, конфигурация у нее очень печальная. Но, тем не менее, хорошо, плоскость будет ровненькая. Вот, собственно, и закончена эта комната с плиткой. Затерта. Получилась вот такая вот красота. Хоть плитка и заставила помучиться. DLS укладка все. Края в одинаковые нигде ничего. Помещается. Это плитка реально и кривая, и углы у нее. То есть, ну, конфигурация разная, угла местами нету. И размер на 2-3 миллиметра пляшет. Ну, вроде все получилось. Все хорошо. Самое главное здесь, что даже эти стяжечники не смогли нарушить. То есть, дверь встала из-за двери. Пришлось идти по стяжке, а не под уровень гнать здесь плитку. Итак, закончена комната. По профилю плитка положена. Сейчас будем начинать установку пластика со стен. Ну, перед этим еще будет установлен подоконничек. Здесь его сейчас нету. Зарежу, поставлю. То есть, здесь часть профиля собирали до меня. Потом я его местами переоткручивал, выкручивал. В общем, вот такая комната. Другой вот будет пластик перекручиваться. Вот первая стенка подходит к концу. Ну, уже угол начал в другую сторону. Здесь розеточка две. Закладная была под кондер здесь. Вот такая красота уже получается. Подоконник тоже уже установил. Все. А то потом будет непонятно, кто это каком-то или нет. Ну, собственно, вот получается. Стены закончены. Вот такая красота получилась. Плинтус здесь будет пополнен на моей совести. Сейчас будет монтироваться потолок шерзапана. Так. Детка закроется. Вот они, откосики. Такая вот красота получилась. Я всегда на видео как-то будет выглядеть. Попробовать быстрый монтаж. Вот они, откосы. Подоконничек тоже я поставил. Вот он, второй откосик. Давай. Все. Осталось потолок замонтировать. И у меня будет еще один комната сдан. Вот такая вот красота.